Всем привет, с вами Хэппиксю, и в этом видео мы с вами будем рисовать всеми розовыми материалами, которые у меня есть. Напоминаю, что идея этого видео не оригинальна, я взяла ее с западного канала Drawing with Waffles, и ссылку на оригинальное видео я оставлю в описании. Также в описании будет ссылка на первый ролик из этой серии, где я рисовала всеми фиолетовыми материалами. И если вы любите, когда я рисую персонажей из вселенной Стивена, то это видео для вас. Когда я выбрала, что я буду рисовать розовым цветом, естественно, из персонажей вселенной Стивена здесь больше всего подходит розовый алмаз. Но просто ее рисовать мне не хотелось, потому что этот персонаж мне не нравится, поэтому я нарисовала ее вместе с Pinkie Pie из My Little Pony. Очень давно я не рисовала пони, и вот отличный повод снова вернуться к ним. Сначала я делаю скетч, разумеется, и делаю я его единственным розовым материалом, который можно стереть ластиком. Это обычный розовый карандаш от фирмы Stillsy. Дальше мне хотелось на первом слое сразу избавиться от всех живописных материалов, то есть от всех красок. Поэтому первый слой я прокладывала акварелью и акрилом. Для розового алмаза я взяла акварель от Pinox в цвете Brilliant Pink, очень красивый розовый цвет. Я тонкой лисировкой нанесла его на кожу, на волосы и на части костюма, так как это был самый светлый розовый, который я только могла придумать. Затем костюм розового алмаза я закрашивала тушью розовой от Kohenur. Дальше я подбирала цвет для Pinkie Pie и для других деталей одежды алмаза и поняла, что мне придется смешивать розовые цвета. Проблема в том, что нет какого-то стандартного розового цвета, то есть когда вы собираете все материалы одного цвета вместе, вы понимаете, что они довольно разные. Есть холодные розовые, есть теплые розовые, есть кричащие розовые, такие прям неоновые. Неоновых цветов мне использовать не хотелось вообще, поэтому я их примешивала к другим оттенкам. Да, возможно кто-то скажет, что это чит, и я не использовала в чистом виде какие-то материалы в этом рисунке, но суть челленджа в том, чтобы просто использовать все материалы, а значит смеси тоже работают. В общем для гривы Pinkie Pie я смешала два цвета акварели, а тушку Pinkie Pie, скажем так, я закрашивала акрилом, причем тоже в тонком нанесении. Мне не хотелось наносить акрил очень толстым слоем, чтобы он выделялся, кричал, поэтому акрил я наносила тоже разбавляя водой, лессировкой. Кстати, список всех материалов я оставлю в описании и в первом комментарии к этому видео, чтобы вам было проще ориентироваться, потому что во время комментирования рисования мне сложно озвучивать абсолютно все названия. Постараюсь оставить все названия в том порядке, в котором я их использовала в рисунке. Дальше вы видите, как я закрашиваю деталь костюма розового алмаза темным розовым цветом, это розовый хинокридон, насколько я помню, и я брала эту акварель максимально густо, чтобы получить именно такой темный оттенок. Дальше я снова использую акрил, как видите, это очень яркий розовый цвет, и на персонажах мне его использовать не хотелось, поэтому я раскрасила им фоновые шарики. Опять же, тонкой лессировкой, не плотным цветом. Опять же, вы видите, что два цвета акрила я смешала, чтобы сделать тени на шариках, чтобы теплый розовый цвет и холодный розовый цвет не сильно отдалялись друг от друга, скажем так, и по рисунку имели какую-то связь. Вторым слоем я использовала все маркеры и фломастеры, постаралась использовать. И здесь пошла первая проблема, потому что у меня нет таких прям светлых маркеров, и блендера для маркеров у меня тоже нет, поэтому тени получились довольно-таки контрастными. Особенно вы видите на рукавах вот этот кричащий розовый маркер, как будто это текстовый делитель. Меня немножко это коробит, но раз уж нужно использовать все розовые материалы, которые у тебя есть, приходится использовать. Маркеры гораздо сложнее смешать, чем акварель, поэтому тут так не зачетеришь. На волосах вы видите, что я использовала фломастер, и там тоже очень контрастная тень получилась. Вообще, этот рисунок мне не нравился на середине процесса, я уже заканчивала его просто, чтобы доснять видео, грубо говоря. Красила маркерами, видела, как все контрастно получается, не сочетается между собой, получается как-то вырвиглазно, и, в общем-то, я уже почти разочаровалась. Я крайне редко рисую маркерами в последнее время, потому что, ну, видимо, мне разонравилось, видимо, это не мое. Поэтому сейчас, когда пришлось их снова использовать, я практически впала в какую-то тоску. Но пришел третий слой. Третьим слоем я стала использовать карандаши и ручки. А также я использовала один цвет акварели, который называется Dust Pink от Van Gogh. Сумеречный розовый, он с грануляцией, и в чистом сухом виде он выглядит как черный. Я долго думала, как его можно применить. И потом решила сделать им детали, то есть реснички, обвести глазки персонажем. Но весь контур мне делать не хотелось. Поэтому я взяла карандаши и стала добавлять деталь, сглаживать какие-то переходы между контрастом маркеров и бледностью акварели. И, в конце концов, я решила сделать контур. Сначала я пыталась делать это ручкой от Stabilo, но как-то мне не очень нравилось, контур получался слишком тонким. А мне здесь хотелось какой-то мультяшности. И поэтому я взяла акварельный карандаш от Kohenur, и вот здесь пошло. Наконец-то мне рисунок начал нравиться. И когда я сделала персонажем единый контур одного цвета, одним инструментом, наконец-то иллюстрация соединилась. То есть до этого она как будто разваливалась из-за того, что она разными материалами сделана, куча разных оттенков. И вот с контуром, наконец-то, иллюстрация объединилась. Также я сделала немного контрастный контур маркером и стала добавлять блики. И вот когда я взяла белый цвет и стала добавлять блики сначала большие акрилом и потом тонкие белой ручкой, вот тогда иллюстрация начала мне нравиться в самом-самом конце. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы рады, что я снова нарисовала персонажей вселенной Стивена. Делитесь своими мнениями в комментариях, как вам этот челлендж и каким цветом мне стоит порисовать в следующий раз. Спасибо большое за просмотр. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok